Премьер-министр Испании Марианна Рахоев в понедельник сказал, что постарается сформировать новое правительство. Своё заявление он сделал после всеобщих выборов, которые прошли в воскресенье. На них правоцентристская народная партия премьера одержала победу, но не смогла получить абсолютного большинства. Этот результат стал худшим в истории этой политической силы. Теперь ей придётся искать союзников, чтобы снова возглавить кабинет министров. «Я верю, что Испании нужно стабильное правительство. За последние четыре года мы сделали многое. Испанцы прилагали много усилий. Теперь мы должны сохранить то, что сделали за это время». Аналитики говорят, что возможно несколько сценариев формирования большинства в парламенте, которое бы составило не менее 176 кресел. Народная партия может договориться о коалиции с социалистами, которые заняли по числу голосов второе место. Однако лидеры обеих политических сил ещё до выборов несколько раз говорили, что это маловероятно. Также союз возможен с левоцентристской партией граждане. Переговоры о создании коалиции могут продлиться несколько недель. Затем король Испании Филипп VI предложит парламенту кандидата на должность премьер-министра. Если претендент не получит одобрение большинства в парламенте, то король должен будет предложить второго кандидата. Если и второй не заручится поддержкой большинства парламентариев, то возможны повторные всеобщие выборы. Однако Конституция Испании не определяет срок, в который король должен предложить первую кандидатуру. Это означает, что исход в большей степени будет зависеть от результата переговоров между партиями. С 1977 года в стране прошло 11 всеобщих выборов. После них новое правительство формировалось в период, который занял не меньше месяца и не больше двух месяцев. Однако аналитики говорят, что в этот раз переговоры могут затянуться. Особенно если учитывать, что левые партии получили в парламенте много мест. Если они сформируют коалицию, у них до абсолютного большинства не будет хватать всего одного кресла.